При работе с пространством, как с реальным физическим объектом, а также с моделями пространства, встает вопрос о бесконечно больших и бесконечно малых величинах. Сопоставление бесконечных величин считается проблемой неразрешаемой. Сопоставление бесконечных величин приводит к неопределенности. Эта точка зрения во многом ошибочна. На самом деле проблема бесконечных величин целиком надумана, является следствием некорректного задания исходных определений, последовательно и самой модели. Операция сопоставления некорречных величин предельно проста и доступна к пониманию даже школьникам. Для наглядности представьте себе некий луч, уходящий вдаль. Из чего состоит этот луч? Состоит ли он из каких-либо чисел? Мы не обнаружим на луче никаких чисел. Луч вообще не состоит из чисел. Более того, никаких чисел в природе вообще не существует. Даже вырезанная из металла цифра 8 никаким числом по факту не является, а является не более чем физическим объектом, состоящим из материи, состоящим из вещества и атома, а не из чисел. Так из чего же состоит уходящий вдаль луч? Может он состоит из точек? Это вполне распространенное представление, но из точек луч состоять тоже не может. Не может по одной причине, что точка – понятие безразмерное. И любое количество точек нам может дать только ноль длины. В плане длины точка является абсолютным нулем, и суммирование нулей ничего кроме нуля дать не может, даже бесконечное суммирование нулей. Из чего все-таки состоит уходящий вдаль луч? Протяженность луча представляет собой единое целое – линейную величину. Линейная величина – это одномерная протяженность, предметное выражение пространственной протяженности в каком-либо из направлений с ориентацией по произвольно заданной геометрической оси. Линейная величина может быть представлена в форме прямой луча или отрезка. Линейная величина является реальным физическим объектом, количественно выражаемым через эталоны длины через метры, километры, сантиметры. Убедиться в реальном существовании линейной величины может каждый человек, переместив руку в пространстве. Это перемещение и есть реальная линейная величина – предметное выражение пространственной протяженности. В свою очередь протяженность – это естественное свойство пространства, выраженное в наличии в данном направлении пространства как реального непрерывного физического объекта. И в отсутствие каких-либо внутренних, пространственных ограничений на свободу перемещения тела и на свободу распространения физических процессов. Таким образом, линейная величина является реальным физическим объектом и для простоты понимания может представлена как некое несчетное, неконечное количество вполне конкретных мерных единиц, например, метров, километров, сантиметров. То есть понятие бесконечность состоит из реальной размерной составляющей, величины, например, метр, фут, дюйм и из абстрактной, субъективно выбранной численность составляющей, некого недостижимого аналога числа. Это очень важный для понимания этап, из которого следует, что рассматривать бесконечность вне совокупности числа и мерного отрезка величины бессмысленно. Надо понимать, что это самое количество метров в луче зависит не от природы, а от того, на сколько отрезков мы сами решили разделить этот непрерывный уходящий вдаль физический объект луч. Как соотнести количество метров к протяженности луча? Для этого сначала надлежит понять, сколько мерных единиц содержится в любом конечном отрезке. И мерные единицы и их количество в отрезке – это совершенно субъективный выбор человека. Если мы возьмем некий отрезок от места, где мы находимся, до первого попавшегося дерева, то длина этого отрезка будет равна некому количеству единиц длины. То есть единичный и цельный отрезок от наблюдателя до дерева мы сами субъективно делим на части, соответствующие привычному эталону длины, например, метру. Если мы решим считать длину в метрах, это будет какое-то конкретное число метров. Если мы решим считать длину в футах, это будет некое число футов. Причем число футов будет больше, потому что сам фут меньше метра. То есть любая конечная длина может быть представлена посредством единицы измерения, например, метра, некого численного значения. А аналогично обстоят дела и с неконечными величинами. Предположим, что некий условный землемер, отмеряя вдоль прямой линии по одному метру в секунду, будет удаляться от нас бесконечно долгое время. Это и есть, в принципе, пример, позволяющий понять, что такое бесконечность. Рассмотрим подробнее. Что такое неконечная величина? Прежде всего, это реальный физический объект. В основе всех, без исключения любых величин, лежит пространственная протяженность и ее предметное выражение линейная величина. Причем, не только в основе длины, но и в основе площади, в основе объема и всех, без исключения величин, в той или иной мере структурно заложена линейная величина. Линейная величина может быть представлена в форме прямой, луча, отрезка. Линейная величина количественно выражается через эталоны длины, через метры, сантиметры, километры, футы, дюймы. Линейная величина изначально не является какой-либо абстракцией и может быть представлена только через реальный эталон длины. Аналогичным образом и любая бесконечность это не что-либо абстрактное, а буквально реальный, непрерывный физический объект, вся бесконечность которого может быть представлена через единицы всем известной длины, а также площади, объема, либо других, прямо или косвенно, определенных протяженностью величин. Рассмотрим подробнее. Введем обозначение. r, линейная мерная единица, обозначается в латинской заглавной букве. Линейная мерная единица r, это произвольным образом выбранная линейная величина, в дальнейшем являющаяся единственной линейной мерной базой для всех больших и малых расстояний в реальном пространстве. Выбирается одновременно для всех дальнейших вычислений. То есть, если мы выбрали в качестве мерной единицы метр, то во всех дальнейших вычислениях мы используем эту метровую базу. Далее необходимо определиться с количеством этих самых мерных единиц метров в геометрическом луче. Для этого вводится понятие N НЕКОНЕЧНЫЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Обозначается латинской прописной буквой N в базовом случае N трактуется как НЕКОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. НЕКОНЕЧНЫЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ Н это логический аналог количественного выражения, стремящийся к бесконечности переменной величины в упрощенном понимании бесконечности. В частном случае НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ Н может трактоваться так же использоваться как конечный количественный показатель, как достаточно большое число. Почему вводится дополнительная трактовка N как конечного количественного показателя? Потому что не все пространственные задачи связаны именно с бесконечностью. И в ряде случаев в малых объемах вполне корректно использовать упрощенную форму. Тем более психологически не каждый человек готов воспринимать понятие бесконечность и удобно на этот счет иметь упрощенный инструмент. При этом появляется возможность протестировать инструменты в привычном численном режиме понятных любому человеку примерах. Далее. Введем понятие ЛУЧ. Геометрический луч, длина геометрического луча обозначается в латинской заглавной буквой L. Луч это линейная величина, ограниченная с одной стороны. А определимся с трактовкой длины L геометрического луча. К данному вопросу возможны два подхода. Подход первый. Длина луча принимается как теоретическая модель, состоящая из неограниченной, не замкнутой совокупности безразмерных точек. Луч это общеизвестная бытующая трактовка, в определенном смысле некорректная, наивная, несостоятельная трактовка. Потому что точка как объект никакой длины не имеет и набрать расстояние нулевыми объектами невозможно. Подход второй. Длина луча принимается как незамкнутая совокупность калиброванных линейных величин отрезков. В свою очередь длина каждого отрезка принимается как совокупность более мелких, мельчайших отрезков, имеющих длину не равную нулю. То есть в базе любого отрезка заложена уже совокупность чрезвычайно маленьких отрезков, но не безразмерных точек. Воспользуемся подходом номер два. В данном подходе в качестве базы луча принимается линейная мерная единица R, некий отрезок определенной длины, например, метр. Длина самого луча при данном подходе принимается равной произведению мерной единицы R и неконечного количественного показателя N. То есть это количественный аналог бесконечности умноженный на выбранную мерную единицу. Бесконечность метров. Свойства линейной мерной единицы R. Длина R после выбора ее частного значения метра или фута принимается обоюднозависимая. От длины луча, состоящего из отрезков R, R равно R умноженное на M, и от составляющих длину R точечных отрезков T, где T отрезок полученный путем деления нашего реального R отрезка на неконечный количественного показателя. T равно R деленное на N, делением реального метра на неконечное значение N. Общая зависимость получается следующая. R деленное на R равно R деленное на T равно N. То есть луч, деленный на метр, равен метру, деленному на точечный отрезок. И равно это все неконечному количественному показателю, в упрощенном понимании бесконечности. Иными словами, линейная мерная единица R состоит из N количества точечных отрезков T, а луч T состоит из N количества метрных отрезков R. T равно R деленное на N, а R равно T умноженное на M. Сама эта формула очень проста и легка к пониманию. Один раз запомнив эту формулу, в дальнейшем вы можете сопоставлять любые неконечные величины, никакого затруднения вам это уже не составит. С момента принятия этой зависимости проблема неопределенностей полностью разрешается. Никаких неопределенностей больше нет. Определив таким образом соотношение бесконечно больших и бесконечно малых величин через единый количественный показатель, мы приводим все вычисления к единому формату. Операция называется форматирование величин или форматирование пространства. Определимся с линейной протяженностью трехмерного пространства. Геометрический луч это полупрямая. Прямая у нас состоит из двух лучей. Длина оси ОИС в одном направлении это луч. В обоих направлениях это прямая. Длина геометрического луча Л равна произведению мерной единицы Р на количественное значение Н. Л равно Р умножить на Н. Значение Н может трактоваться не только как стремящееся к бесконечности количественное значение. Для решения частных задач, не зависящих от протяженности геометрического луча, значение Н может трактоваться как достаточно большое число. Принимая исходный формат Л деленное на Р равное Р деленное на Т равное Н, мы тем самым форматируем все без исключения пространственные величины и выглядит это следующим образом. Длина геометрической прямой Е равна сумме длин составляющих ее лучей. Е равно 2Л равно 2РН, где 2Л есть длина прямой выраженная в длинах луча, где 2РН есть длина прямой выраженная в мерных единицах в отрезках длины Р в метрах. Тогда Е будет иметь вид Е равно 2ТН квадрата. Мировая линия Е геометрическая прямая, имеющая сечение Т квадрата. Квадрат со сторонами Т. То есть, если мы рассматривали просто прямую линию, то ее объем изначально равен нулю. То сейчас мы, задав некое сечение, получаем уже объемную прямую. Длина мировой линии определяется по-прежнему Е равно 2Л равно 2РН равно 2ТН квадрат. А объем мировой линии начального сечения Т квадрат определяется следующим образом. ВЕ равно ЕТ квадрат равно 2РН т квадрат равно 2Т в кубе Н квадрат равно 2Р квадрат умноженное на Т. То есть, мы можем объем мировой линии посчитать и через единицу длины, и через длину точного отрезка. Мировой луч. Геометрический луч, имеющий начальное сечение Т квадрата. Длина мирового луча равна Т равно РН равно ТН квадрат. Объем мирового луча ВЕ равно Т квадрат, РН равно Т в кубе Н квадрат. Следующее понятие мерная единица площади, квадратная мера, Р квадрат. Представляет собой квадрат со сторонами Р. Площадь квадрат Т квадрат равна произведению мерных единиц Р. Р квадрат равно Р умноженное на Р или равно Т квадрат на Н квадрат. Из единичных площадей мы можем набрать мировую ленту. Мировая лента – это полоса шириной Р, оба направления по оси. Площадь мировой ленты равно 2Р квадрат умноженное на Н, равно 2Т квадрат умноженное на Н в кубе. Мировой лист – полная плоскость. Площадь мирового листа равна 2Н мировой ленты. То есть, если мы возьмем мировую ленту и многократно отложим ее вправо и отложим влево, мы получим площадь мирового листа. Площадь мирового листа равно 2Н умноженное на 2Р квадрат на Н, то есть 4Р квадрат, Н квадрат. Или в точечных отрезках равна 4Т квадрат умноженное на Н в четвертой степени. Мировой слой. Часть пространства, ограниченная параллельными плоскостями, размещенными друг от друга, на расстоянии, равном начальному базовому сечению Т, то есть на расстоянии точечного отрезка. Объем мирового слоя равен 4Р квадрат ТН квадрат. Или 4Т в кубе, Н в четвертой степени. То есть, опять мы можем задать и через линейную единицу, и через точечный отрезок. Мировой пласт. Часть пространства, ограниченная параллельными плоскостями, размещенными друг от друга на расстоянии, Р. Объем мирового пласта равен 4Р в кубе, Н квадрат. Также он равен 4Т в кубе, Н в пятой степени. Мировой стержень, часть пространства с сквозным квадратным сечением, Р квадрат. Объем, ограниченный двумя парами параллельных плоскостей, удаленный на расстояние Р, при расположении пар плоскостей перпендикулярно друг другу. Объем сквозного мирового стержня равен 2Р в третьей степени, умноженное на Н, или 2Т в третьей степени, Р в четвертой степени. Половина мирового стержня, соответственно, равна Р в кубе, умноженное на Н, или равна Т в кубе, умноженное на Н в четвертой степени. Мировой объем, это объем всего пространства полностью. равен 8 R в кубе умноженное на N в кубе. Из чего кратность мирового объема, кратность адекватного трехмерного пространства составляет 8 N в третьей степени. В размерности R в кубе. Исходя из проведенного форматирования, явно прослеживается следующее. Если весь объем наблюдаемой части Вселенной принять при форматировании пространства равным R в кубе одной кубической единицы, одной условной кубической единицы, то отношение объема наблюдаемой части Вселенной к фактическому ее объему будет равно 1 деленная на 8 N в кубе. Причем, через единожды принятое значение R в кубе, равное конкретному объему, измеряемому в реальных эталонных единицах, мы без каких-либо трудностей можем перейти к другим вычислениям. При этом N, неконечный количественный показатель, аналог количественного выражения, стремящийся к бесконечности величины, в обывательском смысле бесконечности, функционально может широко использоваться, как число, умножение, деление, возведение в степень, без каких-либо противоречий, парадоксов и неопределенностей, с полным соблюдением строгости конечного результата. Подобное форматирование трехмерного пространства полностью закрывает проблематику бесконечно малых и бесконечно больших величин. Форматирование трехмерного пространства является довольно удобным инструментом для рассмотрения космологических версий и объяснения частных физических явлений. Осуществив форматирование трехмерного пространства, мы технически описали линейные величины, при этом не используя ни одного теоретического допущения. Тем самым мы констатировали действительный ход вещей. По этой причине форматирование трехмерного пространства не требует каких-либо дополнительных доказательств и имеет статус равноценный статусу доказанного. Данный статус имеет все прямые следствия, полученные из базовой платформы, в том числе и из всех формул, в частности, R деленное на R равно R деленное на T равно N. Например, статус доказанного имеет следствие, каковой бы ни была протяженность луча L, количество составляющих его элементов T не будет равно количеству элементов T, составляющих отрезок R. Это утверждение имеет статус, не требующий доказательства, доказанного ввиду своей очевидности. Следовательно, уже доказано, что представление о равномощности прямой отрезка для однородных пространств не вернуло. Частный пример. Из объема мировой линии T2RN равно T3N2 жестко следует, что при наличии ненулевой плотности любой геометрический луч в пространстве рано или поздно упрется в твердое тело. То есть, в физическом смысле, наблюдателя окружает разряженная, рассеянная в пространстве практически стена. Данный факт объясняет темный цвет эсмического пространства. В качестве упрощенной версии можно использовать конечные значения N. При принятии протяженности луча равной, например, 1000 единиц, мы получаем модель пространства в 1 километр. Достаточно, например, для строительных работ. Поскольку мы приняли протяженность по лучу равную 1000 единиц, то мы приняли и деление мерной единицы равное 0,001 метра. То есть, мы получили меньшее деление равное 1 миллиметру. И максимальную пространственную область в 1 километр. Это вполне пригодная модель для строительных работ. При переходе с задачам большей сложности мы можем увеличивать наше количественное значение вплоть до бесконечности. Выходить на любую точность и на макро, и на микро уровень.